Давайте начнем. Меня зовут Ирина Градова, я Head of Digital группы Самолет. Мы немножко строим и немножко лидеры в сегменте. И поговорим мы сегодня о добром, о вечном, о тестированиях, о том, как мы их проводим и что они нам дают. Вот это самый интересный слайд презентации. Можно посмотреть, где вам можно чуть-чуть в телефоны почилить, отдохнуть, а где лучше поднять голову и пощелкать экран. Я начну с обзора рынка, с небольшого. Дальше мы немножко поговорим о тестах самолет, о том, как мы их проводим. После этого я пройдусь по нескольким нашим кейсам, которые мы вместе с нашим партнером RealWeb реализовали. Потом немножко пожалуюсь вам на офферы и на коммуникацию. Это моя боль. И подведем итоги. Надеюсь, получится. Десять минут. Двенадцать. Итак, на самом деле я думаю, что рынок сейчас во всех сегментах и в девелопменте тоже характеризуется немножко перенасыщенным предложением. И спроса на него явно не хватает. У нас в девелопменте и в комфорт-классе, и в бизнес-классе. И на самом деле в элитке тоже наблюдается тренд снижения спроса на квартиры. Естественно, растет конкуренция. И сам клиент, знаете, становится такой ленивый. Если обычно принятие решения занимает месяц-три в нашем сегменте от захода в воронку до покупки, то сейчас это намного больше, месяцев шесть. И поэтому, конечно, нам тяжело бороться с такой конкуренцией. Но вне зависимости от того, как ведет себя рынок, бренд всегда качает. Брендовые рекламные компании работают лучше всего. Поэтому я призываю не экономить на брендовых рекламных компаниях. Это, я думаю, основа. Нужно немножко переосмыслить старые методики. Мы, например, очень любим беты, любим тестировать, любим заходить во что-то новое. И, естественно, находить подход к нашей аудитории с тем, чтобы им было с нами поинтереснее, повеселее. И чтобы все это лучше перфомило. И расскажу немножко про то, как мы проводим в самолет тестирование. Во-первых, мы уже экосистема. У нас не только недвижимость. У нас есть блоки образования. У нас есть блоки финтеха. То есть мы уже немножко идем по пути развития Яндекса. Естественно, для этого нужна система тестирования. Как правило, она начинается с предложения. Здесь мы ценим открытость, прозрачность. Все это потом дело отлетает у нас в бэклог. Но это не значит, что оно отлетело в бэклог. И мы такие, ну, вы в бэклоге, ребят. Мы вас потом потестируем. Нет. Это все уходит на оценку, на систему разболовки. И после производится запуск. Ну и, соответственно, после запуска оценивается. И если кто-то не попал в наши тесты, вот есть шанс. Можно написать. И мы обязательно ответим. Вот я спущусь с этой сцены и тут же отвечу. Немножко перейдем сразу к кейсам. И знаете, что для меня удивительно? Мы недвижимость, и мы часто тестируем какие-то смежные сегментные настройки. Например, тестируем то, что хорошо работает в банковском сегменте, в E-коме. Но остальной рынок почему-то так не делает. Хотя это такой, знаете, лайфхак. Вот, например, у нас хорошо в контексте работают товарные компании. На слайде представлен кейсовый результат нашей совместной работы с нашим партнером RealWeb. С одним из ключевых. И я бы здесь хотела, наверное, всех попросить не стесняться на самом деле и пробовать рекламные кампании смежных каких-то сегментов. И здесь такой результат представлен, наверное, потому что недвижимость – это все-таки медленный E-ком, такой неторопливый. У нас примерно одни и те же элементы, на которые мы оптимизируемся. DRR, ROI, ну и, соответственно, инструментарий. Поэтому тоже примерно похожий и очень классно отрабатывает. Вот посмотрите на это классное планировочное решение. Вот представьте, что его нужно продать. Ну вот что вы будете делать? Естественно, будете там комплекс маркетинга, что-то надо запустить, контекст, бренд, не бренд. Потом вам приходит задача по усилению. И вы такие, ну ладно, запущу немножко автостратегии. Автостратегии обычно долго обучаются, примерно неделю на нашем сегменте, потому что оптимизировано на макроконверсии, а макроконверсии у нас – это звонки и встречи. Они докатываются, ну, примерно неделя-полторы. А что делать, если, собственно, пару дней на усиление? То есть, ну, макроконверсии ждать некогда, и мы поэтому провели некое решение. Мы делаем детальный анализ пользовательского пути. Есть такой товарищ, пирсон, и вот он обычно тестирует, как работают в сегменте в одной единой системе координат, две переменные, но это если сложно. А если просто, мы просто изучаем, какие события на сайте ведут к звонку. Например, был звонок, а до него пользователь, не знаю, кликал туда, сюда, у него была такая вовлеченность, такой-то процент отказа, дальше мы это все сегментируем и запускаем на это уже, соответственно, оптимизацию рекламных компаний. Компания обучается в разы быстрее, и можно не терять неделю, собственно, на таких сегментах, как у нас. Был еще такой ученый, Симон Стивен, и минутка исторического экскурса. И, в общем, он придумывал классные штуки, придумал сообщающийся сосуд. В общем, надо воду наливать в один сосуд, все остальные сосуды тоже пополняются. В этом прикол. И я бы сказала, наш сегмент, и в частности самолет, характеризуется тем, что, например, запускаю я рекламные компании пожилой недвижимости, а пополняется у меня загородная недвижимость. Или, например, запускаю рекламные по коммерции компании, а пополняется целепорт. По целепорт чуть попозже расскажу. Вот такая особенность называется перетекание рекламных звонков, и мы очень активно ее используем. Заметили и затестировали такую историю. Мы запускали рекламные компании по загородке. Это был старт продукта, наверное, месяца три назад, четыре. И что-то не очень хорошо у нас все шло. И мы заметили такую особенность, что те, кто у нас перетекают на загородную недвижимость, интересовались, в частности, квартирами в Москве. И что мы сделали? Мы собрали сегмент аудиторий, которые интересовались трешками, четырешками, то есть большие площади, дорогие по стоимости, там, 13-14-15 миллионов, и ремаркетингом закинули их на загородную недвижимость. Также собрали лал-аудитории. Ну и все это привело к тому, что продажи мы, собственно, очень классно выполнили. И я думаю, те, у кого большие экосистемы, обращайте внимание на перетекание, пользуйтесь этим. Это очень хороший поинт. Так, теперь я буду жаловаться. Про офферы и про коммуникацию. Пошли две минуты после десяти. Спасибо. Я пожалуюсь немножко про офферы и про коммуникацию. Я считаю, что это действительно одно из самых важных аспектов, которые должны быть, потому что ни одна рекламная компания, в принципе, не будет работать на начало воронки, если нет классного оффера. И мы в самолет занимаемся, собственно, подбором и лечением болей. И есть у нас классный оффер «Можнатека», направленный на то, что все продукты можно дополнительно у самолета взять. «Можнатеку», тем самым ты стоимость продукта удешевляешь, включаешь их в ипотеку, и качество жизни твое становится выше. И есть суперклассный продукт «Селепорт», разработанный тоже в рамках падения спроса и всего остального нашей продуктовой компании. Я, кстати, тоже им воспользовалась. Такой тестовый был экспериментальный оффер. Он завязан на то, что если, например, у тебя нет денег на первоначальный взнос, ты можешь, собственно, воспользоваться, открыть счет самолет под 9%. Собственно, не каждый банк такое предлагает. И можешь забронировать квартиру, купить ее через год без индексации. То есть это уникальное предложение, сразу там пару миллионов экономии. Отработало это действительно классно. Результаты на слайде представлены на аудиторию, которая, собственно, у нас была выделена без первоначального взноса по базе СРМ и по ЛАЛ-аудиториям. Суперкрутой результат. Ну и в завершении хочу сказать, что рынок диктует свои правила, и нужно немножечко подстраиваться и вспоминать, что недвижимость — это иногда все-таки e-com. И делайте офферы, ребята, и будет все классно. Спасибо.